Твоё-то нахер! Кот, что с тобой? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить катаваньку, урод! Из Сидзунешки! Не забывай обошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Я поспешно принимаюсь есть, пока я до не остыла, размышляя о том, какое великолепное зрелище создают тускло подсвеченные бумажные фонарики, сияющие тёплым светом на фоне заката. Не успеваю я доесть свои токаяки, как Сидзуна встаёт передо мной, выпрямившись и строго сложив руки за спиной. Заметно, что она пытается быть как можно серьёзнее, но с такой улыбкой на лице даже ей не спрятать своё хорошее настроение. Ба-ха-ха-ха-ха-ха! Пойдём, Хитян, поиграем в какие-нибудь игры! Разве у них всё уже готово? Не, ну не важно, не важно! Пойдём, Хитян, пока толпа не собралась! Миша кладёт руку мне на плечо и заливается смехом. Пойдём, пойдём, в этом году призы просто здоровские, правда-правда! Тебе разве не хочется выиграть призы для таких красоток, как мы? А если ты заткнёшься? Миша напускает на себя милый вид и, надо сказать, получается эффектно. Я смотрю на Сидзуну, ожидаю, что она сделает то же самое. Но она только глядит на меня, как сумасшедшего. Миша, прекрати! Стоп, Миша, это же я! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Неловко! Ихитян, поторопись тоже, тысячу лет держишь этот несчастный кусочек такаяки! Буа-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я люблю смаковать всё, что ем. Даже такое. Внезапно Сидзуна выхватывает у меня из рук вилку и с улыбкой отправляет такаяки себе в рот. Всё происходит так быстро, что я оказываюсь не в состоянии этому помешать. Не успеваю я осознать, чё ж произошло, как Миша взрывается хохотом. А Сидзуна так улыбается, что кажется, будто вот-вот к ней присоединится. Вот дело и решено! Буа-ха-ха-ха! Уа-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Сидзуна хватает меня за правую руку, а Миша за левую. Ты идёшь с нами? Сегодня нас ждёт много интересного! Веселись! Буа-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Пробираясь сквозь уже довольно внушительную толпу, мы играем во все игры подряд. Брось кольцо, замочи крота! И такие, о которых я даже не слышал. Выигрываем мы редко, но нам всё равно весело. Эй, я тут есть, поймай золотую рыбку. Конечно, я не знала, что тебе нравится эта игра, Хитян. Просто я всегда хотел попробовать. Она вроде не сложная. Ты в этом уверен, Хитян? Буа-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ладно, ладно. Посмотрим их ларёк где-то тут. Только где ты собираешься держать рыбку? У тебя есть аквариум? Ну, нет. Может он её съест? Ладно, Хитян, если нам удастся поймать рыбку, мы отдадим её тебе. Что, правда, опять играете? Ну что ж. Сидзона, пытаясь скрыть горящий в глазах энтузиазм, оживлённо подталкивает меня к киоску. Счастью, им не удаётся поймать ни одной рыбки. Но и мне везёт не больше. У меня не получается сдержать смех, когда они сразу после этого начинают тащить меня к особенно крупному цветастому киоску, который сколотил я. Этот я помню, с ним было особенно много возни. Продавец, парень, ничем не примечательный и наружности, с выкрашенными в каштановый цвет волосами. Выпрямляется, увидев, что мы подходим. Я замечаю две вещи. Во-первых, это киоск с игрой по сбиванию кеглей. У остроенных пирамидой. Четыре шарика за 50 йен весьма неплохо. Во-вторых, тут есть инструкция к игре. Отпечатанная в брайле. Мне хочется что-нибудь сказать по этому поводу, и я поворачиваюсь к Сидзуне с Мишей. Но они либо не замечают её, либо для них она не кажется странной. Привет, здорово, что ты пришла, Хакамити. Спасибо большое за помощь с этим киоском. Веселитесь. Сидзуне бросает взгляд на Мишу, которая молниеносно ей всё переводит. И лучезарно улыбается продавцу. Хе-хе, это ерунда, сущие пустяки. Да, всё здорово, думаю, это лучшие фестивали с тех, что мы проводили. Сираки, мы бы хотели поиграть, ведь можно? Разумеется, было бы чудесно, если бы ты просто дал приз милым трудолюбивым работницам школьного совета за все часы, которыми они пожертвовали, чтобы устроить весь этот праздник. Хе-хе, хе-хе-хе, нет. А, Сираки, крут. Эй, я пролел немало пота, строя этот киоск, и потратил два часа своей жизни. Думаю, я заслуживаю хотя бы один бесплатный раунд. И я? И я тоже. Ой! Немного поколебавшийся, но всё-таки сдаётся, и, пожалуй, плечами вручает нам всем по четыре шарика. Не проходит и секунды, как Сидзона и Миша отдают свои шарики мне. Чё-то вы. Только не говорите, что наделав столько шума, вы даже не собираетесь играть. И это после того, как мы все вместе накинулись на Сираки. Вот именно. Ну а ты, пожалуйста, не вмешивайся. Сидзона поворачивается ко мне и пренебрежительно машет рукой. Миша разрывается между переводом и утешением продавца. Хитян, где твоё рыцарство? Кроме того, я, то есть Сидзян, придерживаюсь политики небросания шаров. Ой, прости, Хитян, у меня тоже плохо с бросанием шариков в цель. Однако у тебя наверняка это очень хорошо получается, правда-правда. Для тебя это не проблема. Выглядит довольно просто. Кегли не так уж далеко. Единственное препятствие в том, что шарики полые, пластиковые. Да ещё и с дырками. Я бросаю один в кеглю, и он бесцеремонно отскакивает. Какого чёрта? Да, это не так просто, как кажется. Кегли наполнены водой. Секрет фермы. В смысле? Так же ж не получится их сбить. Это не очень-то честно. Потому-то четыре шарика всего за 50 йен. Как хитро. Ну давай, Хитян, ты сможешь их сбить? У тебя ещё одиннадцать попыток, давай! Может, сама попробуешь? Сидзуна, хочешь попробовать? Сидзуна выразительно качает головой из стороны в сторону. Я смеюсь, это выглядит довольно забавно. Собравшись, я бросаю ещё один шарик в пирамиду кегли, и заставляю её немного покачнуться. Сидзуна с Мишей бросают жадные взгляды в сторону игрушечной кошки. В общем-то, не так уж они отличаются друг от друга. Порой я задумываюсь, не был ли бы голос Сидзуны похож на Мишан, если бы она могла говорить. Нет, ну не настолько, они похожи. Я бросаю ещё один шарик, поняв, что на самом деле это довольно просто. Если я смогу одновременно сбить две нижние кегли, то легко выиграю. Уже начинает собираться небольшая толпа, и давление на меня усиливается. Ещё девять бросков. Я замахиваюсь, как бейсбольный пищер, швыряю шарики за всех сил, и кегли сыпятся вниз. Твоё-то нахер! Кот, что с тобой? Я торжественно требую пресса в виде плюшевой кошки, а Миша заливается хохотом. Будто это она её выиграла. Сидзуна смотрит на меня своим обычным безэмоциональным взглядом. Ясно, что она тоже хочет игрушку. Хитян, поздравляем! Что ты собираешься делать с этой куклой? Правильного ответа не существует. Я должен ступать осторожно. Я... не знаю. Ну, если тебе не нужна, я заберу. Если только ты не хочешь её оставить себе, Хитян, не знала, что тебе нравятся мягкие игрушки? Как щекотливо! Чем ты меня хочешь поддеть, а? Не хочу. Мне она ни к чему. Можно тогда мне? И глаза сверлят мою душу. Такое решение я принимать не хочу. Я поворачиваюсь к киоску. У вас есть ещё одна такая же? Да, как раз одну. Хорошо, ставьте всё на место. Попробую ещё раз. У меня всё ещё остаётся восемь шаров. Как только кегли снова устанавливают, я бросаю изо всех сил, но промахиваюсь. Ба-ха-ха-ха! Пытаешься выиграть ещё одну? Хочешь выкрутиться по-лёгкому, Хитян? Если это так легко, можешь сама попробовать. Не, спасибо, очки. Скажи, Хитян, а ты можешь положить игрушку? Хотя бы пока кидаешь шары? Нет. Осталась всего одна, и лучше бы тебе попасть. Облажаешься, убью. Однако же, какой хитрый способ, чтобы не отдавать мне игрушку? И говоря я, я имею в виду себя. А-ха-ха-ха-ха! Шутка! Понятно, что Миша такого не хотел, никого не хотела обидеть. А Сидзуная шутка вроде бы нравится, но затем ей становится немного грустно. Я решаю вручить игрушку ей. Хотя бы на то время, пока пытаюсь выиграть ещё одну. Целиться с огромной кошкой в руках трудновато. Спасибо, Хитян. Сидзан, похоже, счастлива. Но ты ведь выиграешь и для меня тоже. Разве я не этим занимаюсь? Я снова делаю бросок, но в этот раз совсем мажу. В руке чувствуется тяжесть, как будто кровь туда не поступает. Я ругаю себя, думая, что устать от такой ерунды просто жалко. И тут я понимаю, что это вероятно из-за сердца. Если так, то я не знаю, что и думать. Удручающе осознавать, что такой малости для меня достаточно, чтобы осознать собственную смертность. Наверное, я никогда не смогу перестать об этом вспоминать. Даже сегодня, в день, который я надеялся провести с удовольствием, в этот чудесный вечер, я не могу отделаться от причины моего присутствия в этой школе. Это место не сравнится ни с одним другим. Я нигде еще не чувствовал себя так умиротворенно. Но теперь сложно не думать о том, о чем думать совсем не хочется. Возможно, мне просто... Меня просто отправили умереть здесь. Последние несколько дней были лучшими в моей жизни. Впервые после долгого времени я почувствовал себя по-настоящему живым. Но в конечном счете, каждый раз, когда я взбираюсь на чересчур длинную лестницу, или слишком сильно швыряю шарик, мне приходится вспоминать о том, что я могу умереть в любой момент. И это всегда будет меня ограничивать. Я ощущаю тоску и злобу. Все-таки мне дорога моя жизнь, и я наслаждаюсь ею. А теперь она как никогда бренна. Интересно, что же меня в конце концов добьет? Если я настолько слаб и жалок, это может быть что угодно. Неудачное падение, удар в грудь или шальной бейсбольный мяч. Несмотря на потерю боли, воли, я продолжаю играть в эту игру. Внезапно я чувствую укол боли в груди. Он сразу же улетучивается, но заставляет меня чуть пошатнуться. Сидзона в испуге отпрыгивает. А потом подходит поближе, не отрывая беспокойного взгляда. Миша кладет руку мне на плечо. Эй, Хитян, ты в порядке? Да, я в порядке. Не очень хорошо себя чувствую, наверное, заболел. Думаю, я не смогу продолжить. Миша хмурится. Не перенапрягайся. Если ты настолько болен, то так только заболеешь еще больше. Смотри, фестиваль только начался, а мы постоянно играли в игры. Если устал, то давай отдохнем. Хорошая идея, Хитян. Я тоже немного устала. Все мы малость выбились и сел, бегая по школе, Хитян. Я киваю. Они вроде бы не заметили ничего необычного. Вот и отлично. Мы пробираемся через море народа. А Миша указывает на лица каждого из своих знакомых. Сидзуна держит в руках тряпичную кошку, рассеянно обнимая ее. Похоже, им весело. И вдруг на меня нападает угрызение совести. Из-за моего слабого здоровья нам пришлось все прекратить. Хитян, мы немного голодны, а ты? Не то чтобы сильно, но чего-нибудь бы съел. Этого вполне достаточно, Хитян. Чего бы нам купить? Мне не важно, что угодно. Ну а тогда как насчет бутербродов или еще что-нибудь попить? Миша все принесет. Что? Сидзуна с улыбкой смотрит на меня. Я понимаю, что она пытается развеселить меня шуткой. И ей это удается. Я смеюсь. Хитян, народу уже слишком много, поэтому... Здесь мы поесть, наверное, не сможем. И шумно к тому же. Может лучше подняться на крышу и поесть там? Я согласен. Наверняка вид оттуда замечательный. Да и ветерок, наверное. Значит, договорились. Думаю, мне теперь надо сходить за едой и напитками. Тогда до встречи! Миша неловко машет рукой и убегает. Раньше я не замечал, как бумажные фонари освещают ночь. Но теперь могу оценить, насколько это завораживающее зрелище. Мягкое сияние пролетающих над головой светлячков отходит, походит на сверкание снежинок в ночном небе. В большом городе такого не увидишь. Сюдзуна нетерпеливо тянет меня за рукав. И нахмурившиеся скрещивают руки на груди, выражая недовольство тем, что я отвлекся. Ты ведь знаешь, что я не понимаю языка жестов. Кстати, а разве не глупо с моей стороны говорить? Она ведь не услыша. Она по губам читает. Должна хоть немного. Я пожимаю плечами, показывая, что ничего не понимаю. Сюдзуна качает головой и отмахивается. Может, стоит попросить Мишу провести урок языка жестов? Взбираясь на крышу, я снова поражаюсь размером школы. Такая обширная территория, что непонятно, как я раньше этого не замечал. Идя по крышу вслед за Сюдзуна, я не могу не поддаться очарованию сверкающих звезд. Мы с Сюдзуна усаживаемся на скамейку. Кажется, она пребывает в хорошем настроении. И мягко улыбается, а ветер развивает ее волосы. Мы смотрим на фестиваль внизу. Которые отсюда кажутся морем янтарных фонарей и колышащихся бумажных вееров. Переполненные людьми, часть которых нарядилась в праздничные юкаты. Собственно, большинство девушек одеты в юкаты. Интересно, почему Сюдзуна и Миша не надели их сегодня? Юкаты хорошо бы на них смотрелись. Я мельком задумываюсь, какой тип юкаты каждая из них выбрала бы. Сюдзуна наверняка надела бы что-то традиционное. А вот насчет Миши я не уверен. Прибегает Миша, тяжело дыша от быстрого бега и стараясь не уронить еду, которую несет в руках. Разложив ее на крыше, она позволяет себе расслабиться. Это заняло немало времени. Вы не сказали, чего хотите, так что я взяла рисовый понш, сэндвичи и сладостей. Всего понемножку. Отлично, давай начнем. Миша откусывает кусочек от маленького треугольного сэндвича. Ну-ка, Кхитян, что думаешь о фестивале? Он замечательный, правда? Ага. Красивые звезды сегодня вечером. Трудно придумать более идеальный день. Звуки людской толпы, доносящиеся снизу. Звучат, как тихая музыка, смешиваясь с отдаленным стрекотом цикад. Стрекотом цикад. Я отпеваю пунша из банки и поднимаю взгляд на Мишу, которая, кажется, с комфортом спит, растянувшись на гравии с полупустой банкой яблочного сока на животе. Сидзуна сидит с поджатыми ногами, медленно раскачиваясь взад и вперед, словно нетерпеливый ребенок и смотрит на небо. Они обе такие красивые. Огляделшись, я отмечаю, что многие ученики держат за руки свою девушку или парня. И вот возьмутся они за ручки Сидзуна наконец-то или еще нет, мы узнаем уже в следующий раз. А сегодня на этом все, так что всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!